Всем привет! Меня зовут Сергей Шаповал. Я старший разработчик компании GlobalLogic. Сегодня мы с вами поговорим про GoLang. Почему GoLang? Почему у нас Java CareerDay? В последнее время наши заказчики хотели бы видеть GoLang на своих проектах. И, как ни странно, очень часто он идет в связке с Java на проектах, которые используются в GlobalLogic. И поэтому мы хотели бы донести до вас, что такое GoLang, какие его преимущества и почему он стал таким востребованным. Давайте посмотрим вначале на то, какие проекты были написаны на GoLang. Здесь мы видим Kubernetes, Docker, Terraform, etcd, даже Ethereum был написан на GoLang. По сути, это в большинстве своем клауд-технологии. И, как говорят их разработчики, эти технологии были бы невозможны без существования GoLang. Кроме того, на GoLang пишут еще Command Line Application. Как мы видим, здесь есть уже оркестраторы наших микросервисов, сами микросервисы и какую-то низкоуровневую логику, поскольку GoLang считается System Level Language. Кто же поддерживает GoLang? В первую очередь, конечно же, это Google. Здесь в перечне компании, которые его поддерживают, мы видим и другие большие клауд-провайдеры. Это Heroku, это AWS, это сам Google, видим и другие компании, которые его используют, не менее именитые. И даже ракеты запускают вместе с GoLang, SpaceX. Хорошо, а есть вот эти вот компании именитые. А вообще, есть ли спрос на язык среди других компаний вообще в мире. Давайте посмотрим на статистику по вакансиям в мире. Здесь мы видим, что GoLang за последние месяцы обогнал даже Java и Ruby по количеству вакансий. Больше спрос разве что на вакансии по Python и по JavaScript. Давайте посмотрим на особенности ключевые самого языка. GoLang это кроссплатформенный язык, он статически типизированный, в нем есть garbage collection, в нем можно использовать функции, в нем есть нативная concurrency и весь роскод компилируется в отдельной бинарнике и запускается без использования виртуальных машин. Ну, казалось бы, почти все то же, что есть и в Java. Единственное отличие это то, что у нас здесь нативная конкуренции модель, и здесь вопрос, а что она означает нативная конкуренции модель, и то, что мы компилируем все бинарни, который запускается без виртуальной машины. В чем здесь преимущество для такого запуска. Для того, чтобы понять это, давайте рассмотрим, почему был создан вообще GoLang. И для того, чтобы понять, почему он создавался, давайте посмотрим проблемы, которые возникли в мире перед тем, как его создавали. Это статистика по перформансу однопоточного приложения и по частоте процессоров. Видим, что начиная с 2004 года, примерно в этом году, рост стабилизировался, и, по сути, мы достигли потолка по частоте процессора, по перформансу однопоточных приложений. И это, по сути, провал МУРа, который нам гласил, что мы будем наблюдать экспоненциальный рост нашей производительности. В то же время, видим, что где-то в этот период, в 2004 году начали сильно развиваться процессоры с несколькими ядрами. И, получается, из-за этого у нас стали востребованы системы, которые поддерживают вот эту конкурент модель. Если рассмотреть, когда были созданы языки по годам, то мы увидим, что такие языки, как Python, Java, C++, C-Sharp, все они были сделаны до 2004 года, и поэтому они не проектировались с учетом потребностей в конкуренции. Гуланг был же разработан наоборот, с учетом конкуренции и для того, чтобы решать эти проблемы конкуренции. Рассмотрим еще немного теории. Создатели Гуланга продвигают помимо конкуренции еще и параллелизм. И они подчеркивают, что параллелизм важнее конкуренции, потому что с параллелизмом мы добиваемся полной загрузки всех мощностей наших компьютеров. Давайте же найдем разницу между конкуренцией и параллелизмом. Я буду использовать слайды Рупайка. Вот у нас есть некая задача перенести стопку книжек в печку, и для этого у нас есть вот такой работничек. Если работничек один, то это однопоточная среда. Если мы добавляем еще одного работничка, то это уже будет многопоточная среда. Но эти два работника конкурируют и за стопку книжек, и за саму печку. Поэтому они дольше выполняют данную работу. Как можно их распараллелить между собой? Можно разделить стопки и саму печку. Стопки книжек и саму печку. А можно сделать, чтобы каждый из этих сотрудников работал по полпути. И вот эти два подхода напоминают пайпы в линуксе, и когда мы катим какой-то файлик из него, грепим какие-то отдельные строки, и эти строки уже преобразуем. Это же похоже на модель ETL, Extract Transform and Load парадигма, которая позволяет нам в этот трансформ процесс распараллелить на разных исполнителей. Давайте углубимся, что нам предлагает GoLang для решения проблем конкурсии и параллелизма. Здесь в первую очередь есть легковесные потоки. Это GoRoutine. Они занимаются 2 килобайта памяти при запуске. Для сравнения Java это порядка 2 мегабайт. Они растут, наращивая свою память по мере необходимости. Они очень быстры в запуске по сравнению с потоками в Java. Их можно запустить миллионы. Миллионами. Есть такая проблема на сегодня, такой вызов для наших серверов. Может ли наш сервер ответить на 10 тысяч запросов одновременно? И эта проблема называется C10k. Так вот, GoLang решает эту проблему C1000k. Он может ответить не только на 10 тысяч одновременных запросов. Он может ответить на миллион одновременных запросов. Здесь же есть каналы. И вот каналы, они нам позволяют создать вот эту нативную конкурсию модель. Поскольку это блокирующие, по сути своей, это блокирующие очереди. Реализованы на уровне самого языка, который напрямую действует с машинами. И здесь нам нет необходимости делать локи, лочится, как мы делаем это в Java. И прямой аналог в Java каналов это RayBlockingCue, например. Если мы посмотрим на его реализацию, то она реализована на локах. Здесь же каналы, они напрямую работают с нашими машинами на уровне языка. И нам нет необходимости в этих дополнительных локах. Кроме того, у нас в самом синтезисе языка есть такая структура как Select, которая позволяет нам управлять несколькими потоками в едином месте. Давайте посмотрим на примерах, как это все реализовано. Вот у нас есть пример запуска GoRoutine. Сначала рассмотрим однопоточный вариант. У нас есть функция Hello, которая нам просто принтает HelloWorld. И из Main метода мы ее запускаем вот таким вот вызовом. Для того, чтобы это сделать в многопоточном режиме, мы просто перед Hello пишем Go. Все, этого достаточно для того, чтобы запустить наш поток. Давайте посмотрим следующую проблему Extract Transform and Load. Есть у нас некий метод, который будет нам создавать и генерировать. Вначале мы будем экстрактить какие-то данные. Дальше будем передавать нашим обработчикам. И дальше будем собирать результаты в одном месте. И вот мы готовим наши очереди на вход и на выход. Мы готовим наших работников, которые будут обрабатывать данные задачи. И вот здесь вот мы запускаем ввод данных. А здесь собираем вывод этих всех данных на нашем Output. Как мы видим, нам Workers. Единственное, что нас ограничивает в количестве работников, которые нам нужны. И мы можем их установить на уровне максимальном для нашей машины. Поэтому мы сможем максимально загружать нашу машину задачами. Здесь же мы видим, что еще один подход Голанга. Здесь очень хорошо наблюдается, что мы коммуницируем между нашими потоками не через память. То есть мы не обращаемся к памяти для того, чтобы сделать какую-то коммуникацию между потоками. А мы наоборот передаем память из одного потока в другой. И таким образом мы добываемся безопасной передачи нашей памяти. Когда нам не нужно добиваться потока безопасности нашего объекта. Нам просто можно его передавать из одного канала в другой по флоу наших потоков. И таким образом мы добиваемся потока безопасности в нашей программе. Это же подход, который еще возник в Верланге, который предлагал нам перейти на модель актеров. Актер модул, который позволяет запускать задачи и каждый актер отвечает за данную задачу. Это прямой аналог Голанги, как реализованный актер модул. Смотрим следующий пример. Есть у нас несколько серверов. И мы хотим написать клиент, который будет опрашивать эти сервера. И первый ответ, который к нам придет, мы должны ответить пользователю. По сути эти сервера одинаковые. Это реплики и одно и то же самое ресурсы. И если вдруг мы не получаем ответа за какой-то тайм-аут, то мы показываем пользователю ошибку. Насколько сложно это реализовать в Голанге? Для того, чтобы реализовать такую логику, мы запускаем отдельный поток. В этом отдельном потоке готовим наш запрос. И как только мы получаем этот запрос, результат мы передаем в канал. Дальше мы создаем структуру Select, которая будет принимать результаты из наших каналов. И вот мы принимаем результаты из наших каналов. И здесь же мы принимаем результат из канала TimeOut, который мы просто создаем вот такой вот структуры TimeAfter, которая отработает через 30 секунд. Отработает означает, что через 30 секунд будет помещен объект в наш канал. И Select отработает. Select отработает на первом результате, который придет в одну из этих очередей. То есть в первую очередь, которая предоставляет результат, на этой очереди отработает Select. И все остальные результаты будут проигнорированы. То есть видим, что очень легко из одного места управлять результатами нескольких потоков. Это позволяет реализовать довольно-таки сложную логику конкуренции и параллелизма. Давайте рассмотрим дальше, почему разработчики любят GoLang. Какие ключевые фишки в нем есть, которые нравятся разработчикам. В первую очередь, это конечно же документирование. Есть GoDogTool, который позволяет из source-кода поднять сервер. И на сервере мы уже видим всю документацию. Там будут кросс-ссылки между нашей документацией. Можно даже интерактивные примеры из нашей документации увидеть. Следующий пункт это форматирование и единый вид source-кода. Какая есть проблема в других языках, которые пытались решить с помощью этой тулзовины. На начале проекта возникают споры, какое форматирование необходимо применять для нашего source-кода. Какие правила именования наших переменных. И вот с помощью вот этих инструментов GoMetaLinter, который включает все остальные инструменты в себя. Мы имеем статизированный подход для всех GoLang программистов. И у нас нет холивара в предстарте данного проекта. Следующее, что есть в GoLang это Package Management. GoGet. И вот проведем некоторое сравнение с Java. В Java Package Management реализован с помощью Maven репозиторио, с помощью Ava репозиторио. Во-первых, нам нужно получить эти данные с этих репозиторий. Во-вторых, у нас возникает проблема, как нам получить доступ к source-коду тех джарников, которые мы скачиваем. В GoLang эту проблему решили просто, поскольку язык написан с учетом того, чтобы он быстро компилировался. Мы выкачиваем просто source-код, а не скомпилированные джарники. И мы запрашиваем наш source-код напрямую из репозиторио. То есть нам достаточно гид-репозитория, в котором хранится наш source-код, для того, чтобы получить в другом проекте нашу библиотеку, либо какую-то нашу внешнюю библиотеку. Гид-репозиторий, делаем GoGet, из него выкачиваем source-код, он автоматически компилируется и готов к использованию в наших библиотеках. Все, что нужно для багаж-менеджмента в GoLang. GoTest. Это реализованная в Core-библиотеке GoLang инструментарий, который позволяет нам сделать продвинутое тестирование. Это написать и параллельный запуск наших тестов, и сделать какой-то бенчмаркинг, и профайлинг, и пропустить какие-то особые тесты. Тут же мы можем сделать какие-то определения на race-проблемы, race-detection, и здесь же можно сделать code-coverage. То есть это все у нас встроено на уровне языка, без того, чтобы мы допрашивали какие-то дополнительные библиотеки извне, и опять же спорили, какие библиотеки нам следует использовать. GoLang хвалится тем, что у него довольно-таки хорошая Core-библиотека. В ней есть все необходимое для того, чтобы поднять REST-сервер, причем поднять его не только на HTTP 1.1, а на HTTP 2.0. И есть encryption библиотеки, и есть куча дополнительных библиотек, которые необходимы для базовой работы какого-либо веб-приложения. Давайте посмотрим на примере REST-сервиса. И этот REST-сервис, мы хотим, чтобы он по базовой URL нам отвечал Welcome to my website. А по static URL мы хотим, чтобы нам зеркалировались наши файлы из нашей файловой системы. Для этого мы создаем файл-сервер, который будет смотреть на нашу директорию. Говорим, что по запросам с пасом static мы будем передавать все вот эти вот файлики нашим клиентам. Дальше мы поднимаем на определенном порту наш сервер, и все, вся логика готова. Для того, чтобы нам перейти на HTTP 2.0, нам достаточно сюда в LIST-сервис передать ключи для HTTPS, и автоматически перейдя на HTTPS мы получим поддержку HTTP 2.0. Все очень просто. Упрощенное ООП. Перед тем, как я пришел в данный язык, я уточнял, что это за язык, и, как оказалось, очень много холивара, что это процедурный язык, в нем нет никакого ООП. Разработчики его просто ненавидели ООП и написали язык, который судопроцедурный, и он вот такой. На самом деле это не так. Просто-напросто в Голанге упрощенное ООП, в нем есть те же самые поддержки принципов ООП. Давайте посмотрим, как они реализованы. Здесь нет класса, и вместо класса мы используем структуры. Мы можем выбирать, передавать значения по параметру или по ссылке. Вот на примере у нас есть структура, у нее есть определенные поля, прямоугольник, который имеет ширину и высоту, ширину и длину. И мы хотим реализовать на нем определенный метод. В данный метод нам передается наша структура по значению. Здесь нет звездочки. Это означает, что на выходе из этого метода наша структура останется такой, как и была до входа в данный метод. Вот так вот мы обрабатываем какую-то логику, наш реализованный метод. Дальше посмотрим на метод, реализованный на pointer receiver. Если здесь мы сделаем какую-то дополнительную логику, которая будет изменять нашу структуру прямоугольника, то на выходе из данного метода мы сохраним состояние этого прямоугольника. Посмотрим на наши интерфейсы. Как имплементируются интерфейсы goodlang? Здесь нет дополнительных ключевых слов implements, которые есть в Java. Для того, чтобы нам имплементировать какой-то интерфейс, нам необходимо, чтобы сигнатура структуры и сигнатура интерфейса западали. Вот есть у нас geometry, в которой есть метод perimeter, который возвращает моментовое значение. И его реализацию мы уже видели на предыдущем шаге. Ректаггл, в котором есть тот же самый метод. И это позволяет очень просто решить архитектурные проблемы, которые нам описывают Uncle Bob и другие именитые разработчики. Что интерфейс должен быть реализован на клиенте, который использует нашу библиотеку, а не в самой библиотеке. Если подумать в Java, то в Java мы бы реализовывали интерфейс прямо в библиотеке, и этот интерфейс потом подтягивали у себя на клиенте. Здесь это просто и очень легко реализовать. Посмотрим дальше. Приватные и публичные методы и поля. Как нам добиться в Гуланге? В Гуланге все очень просто. Все, что написано с большой буквы, оно экспортируется из пакета. Все, что с маленькой, остается только внутри пакета. Есть пример Person. Первый пример у нас не экспортируется абсолютно. Он приватный для данного пакета. А вот здесь мы экспортируем нашу структуру, но возраст в ней остается отсюда приватным для данного пакета. Мы уже видели абстракцию на основе интерфейса. На основе интерфейса мы можем реализовать наш полиморфизм. И здесь мы видим инкапсуляцию. Нам не хватает наследования. Наследования здесь в Гуланге и нет. Поскольку инкапсуляция реализована на уровне пакета, то Гуланг продвигает package-driven development. То есть минимальный элемент ООП это пакет. Смотрим следующие особенности. Любой тип может быть расширен, но при этом у нас нет наследования, оверлоидинга и оверрайдинга. Есть у нас, например, стандартный тип нашего числа IN64. Мы создаем длительность. Эта длительность может быть выражена в наносекундах, а может быть выражена в секундах. И вот мы определяем данные методы нашей структуры. Если мы будем таким же образом переопределять какую-то структуру, у которой есть уже методы, то на новосозданном типе методов предыдущей структуры уже не будет. Но мы сможем скастовать предыдущую структуру к новой структуре. То есть нет абсолютно вот этого наследования, оверрайдинга и оверлоидинга. Разработчики Голанга убрали оверрайдинг и оверлоидинг для того, чтобы получить... Для того, чтобы избежать всяких проблем, которые встречаются с оверлоидингом и оверрайдингом в больших проектах. Здесь есть очень легкая композиция через эмбеддинг. Посмотрим как она реализована. Есть у нас некоторая скидка, у нее есть процент и время как она действует. И есть соответственно два метода Calculate и Извалид. Есть у нас премиальная скидка, которая хочет переиспользовать логику вот этой вот базовой скидки. Оно добавляет дополнительную скидку additional flow 32 и мы переопределяем метод Calculate. При этом метод Извалид у нас тоже будет доступен в премиальной скидке. И поля скидки у нас тоже доступны в этой премиальной скидке. То есть делегат очень легко реализован на уровне самого языка. Очень много любимых фишек возникает как следствие из особенностей самого языка. Вот мы с вами буквально за пару минут выучили ключевые особенности данного языка и мы уже готовы написать программу. То есть язык очень быстро обучаемый и очень много отзывов о том, что необходимы просто недели для того, чтобы изучить язык и писать полноценные решения. Язык был написан с учетом очень быстрого времени сборки. Мало того, что у него быстрое время сборки, так еще если вдруг нам придется перекомпилировать проект, то перекомпилировать мы будем только измененные наши файлы. То есть все, что не изменилось, оно не будет перекомпилироваться. И таким образом мы получаем очень быструю компиляцию. Это очень важно для больших проектов. На маленьких проектах это не ощущается, а на больших проектах, где куча микросервисов, это очень чувствительно бьет по производительности отдельного разработчика. Легкость деплоймента. Поскольку у нас есть бинарник, нам достаточно, как результат билда нашего source кода, нам достаточно этот бинарник загрузить. И все, нам больше ничего нет необходимости для того, чтобы запустить. И для того, чтобы запустить, мы просто из команд-лайна вызываем этот бинарник. Все, у нас сервер уже рабочий. Очень быстрый стартап. Как мы говорили, уже очень быстро запускаются среды. И сам этот бинарник, он тоже быстро запускается. Мало того, что он быстро запускается, он еще и получается легковесным. В ссылках будет пример на историю Scala-разработчика, которые переписали свой микросервис, который весил примерно 200 мегабайт. Docker файл весил у них 200 мегабайт. И когда они переписали эту же логику на GoLang, они получили порядка 16, ну то есть до 20 мегабайт. Разница между бинарниками в порядок. И это колоссально убыстряет deployment и то, сколько задач наших клиентов мы сможем решить с помощью вот такого Scalability нашего проекта. Garbage Collection Low Latency. С версии 1.6, а сейчас GoLang уже версия 1.11 и готовится к релизу версия 2.0. Очень решилась сильно проблема Stop the World. Stop the World был очень уменьшен в GoLang. И это стало одной из ключевых причин, почему переходит на данный язык. Все вот эти вот предыдущие причины, они являются причинами перехода на данный язык. Но для тех проектов, где критически важно, чтобы было минимизировано Stop the World, это одна из ключевых причин. Рефакторы не поддерживаны на уровне компиляции. В GoLang нет возможности использовать циклические зависимости. В GoLang нет возможности держать неиспользуемые поля, структуры, неиспользуемые переменные. В GoLang нет возможности держать неиспользуемые переменные. Все это будет compile-time ошибка и это позволяет нам делать быстрый рефакторинг. GoLang это Cloud Native язык. Мы видели в начале, как много написано было для клауда решений на GoLang. И написано уже много библиотек. Кроме того, сами провайдеры клауда AWS, Google, Heroku, они предоставляют свое API. Есть поддержка Lambda для GoLang. Есть куча дополнительных фишек. Я оставляю ссылки, чтобы вы больше ознакомились с данными возможностями языка. Я здесь упустил несколько дополнительных ключевых сладких фишек GoLang языка. Оставляю их для того, чтобы оставалась какая-то интрига, чтобы вы хотели посмотреть их. Здесь будет в презентации ссылки на то, где посмотреть эти дополнительные фишки языка. И подведем некоторые итоги. GoLang это архитектурно-правильный язык. Он желаемый нашими разработчиками, потому что он предоставляет им легкую возможность разработки самих проектов. Он востребован на рынке. Он современный. Он находится сейчас в тренде. Мы рекомендуем обратить внимание на данный язык, как еще одну возможность для самореализации вас на проектах. У меня все. Презентацию можно найти по ссылке. И здесь есть QR-код со ссылкой. Готов ответить на ваши вопросы. Битвокут. Продолжение следует...